Быть или не быть бэби-боксом в России в очередной раз обсудят в Государственной Доме Российской Федерации. Сенатор Елена Мизулина вновь внесла законопроект о запрете специальных устройств для приема нежеланных новорожденных детей. Краснодарский край это затронет в первую очередь. Только на Кубани установлено пять бэби-боксов. С 2011 года они спасли жизни 17 младенцев. В рамках программы «Благотворительный цветик-семицветик» у нас в городе Армавире, а также и в других городах Краснодарского края, как Сочи, Новороссийск, были установлены бэби-боксы. Бэби-бокс это инкубатор, встроенный в стену здания, оборудованная система вентиляции и климат-контроля. Главной целью установки бэби-бокса является сохранение жизни ребенка. В Армавире такой короб расположен у приемного отделения детской городской больницы. Сигнализация колыбели жизни впервые сработала 30 декабря 2012 года. Тогда в руки к медикам попал здоровый доношенный мальчик, которого вскоре усыновили. Второй ребенок оказался в бэби-боксе спустя полгода. По какой причине родители решили отказаться от своих малышей неизвестно, так как им гарантируется полная анонимность. В таком случае вернуть ребенка сложнее, чем из роддома. Родство нужно доказывать с помощью ДНК-экспертизы. Делая шаг на эту лестницу, стоит много раз подумать, поэтому перед бэби-боксом так много ступенек. Но лучше в больницу, чем на улицу, рассуждают армавирцы. Некоторые такие матери бросают детей в мусорные баки. Лучше уж пусть в бэби-боксе будет. Множество родителей, может быть, по глупости получается ребенок и не хотят оставлять. Ну, хотя бы так детей спасти можно. Лучше, если будут где-то оставлять в положенном месте и не боятся люди рожать. Все-таки нужно рожать, я думаю. Даже если ты потом передумаешь, уж лучше есть место, где его оставить, чем просто бросить его. Родителям, которые не хотят нести ответственность за свое чадо, не грозит уголовная ответственность, если ему не нанесен вред. Процедура приема детей состоит из нескольких этапов. После того, как новорожденный оказался в колыбели, уличная дверь блокируется, и дежурному поступает сигнал. Медики осматривают ребенка и приглашают сотрудников полиции для оформления документов. Затем малыш попадает в органы эпики и, чаще всего, в приемную семью. Инна Лепеткина, Артур Карджанян, Служба информации, телеканал РНТВ, Армавир.